Итак, культура Ангура – это продукт 60-х, когда процесс послевоенного восстановления Японии был практически завершен периодом бурного экономического роста. Однако вновь отстроена японская социальная модель была еще очень далека от совершенства. В 60-е одна за другой появлялись новые теории организации общества, и молодежь принимала в этом активное интеллектуальное участие, видя в них новые ценностные ориентиры. Социальная активность ценилась выше зарабатывания денег и желания стабильности. Это было время сложной литературы и искусства. Молодежь критиковала и оказывала активное сопротивление созданной отцами общественной системы, и перформативные практики нового рода выполняли роль некого оружия, которое было призвано отстаивать новые ценностные горизонты. Говоря о культуре 60-х, нельзя обойти стороной студенческое движение. В отличие от европейской молодежи, устроившей бунт против буржуазного государства в конце 60-х, японские студенты уже в 60-х начали первое радикальное выступление против возрождения милитаризма и вовлечения Японии в агрессивный курс США в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Треба от властей последовательного соблюдения мирной девятой статьи Конституции, которая была принята в 47-м году. Воевавшее поколение отцов вернулось в послевоенное общество, сохранив при этом неоднозначное и противоречивое чувство ответственности за войну, не прошедшее важную фазу критического осмысления. Период бурного экономического роста и был во многом связан с тем, что послевоенная рефлексия растворилась в бешеной деловой активности, которая обеспечила приток нового капитала. Одними из главных предпосылок этого роста также были пренебрежительные отношения к азиатским странам и консервативные взгляды с постоянной оглядкой на Соединенные Штаты Америки. Ведь послевоенное общество было также сформировано поколением отцов, мышление которых было выстроено привычными идеологическими синтагмами. Таким образом, конфликт поколений был практически неизбежен. Общественные уклады, культура поколений отцов были обречены на скорый демонтаж во имя построения нового общества. Слово «ангура», почти ставшее культурологическим термином, возникло как жорганизм и на 100% отражало особый дух того времени. Оно было воображаемым символом накопившихся противоречий. Культура «ангура» была исключительно столичным явлением. Театральный режиссер труппы Исинха Юкичи Мацумото писал, что ничего не слышал об «ангура», например, в Осаке и других канцайских городах. Авангардисты группы «Гутайха» были еще относительно известны и заметны вплоть до 1972 года, когда группа распалась. Подпольный театр, который ассоциировался с Токио в 60-х годах, имел несколько большую ось развития. Это произошло потому, что в своей методологии и философии он нацелился на создание по-настоящему современного и актуального театра, который превосходил по силе воздействия театр Сингеки. Драматургия Джиро Кара, драматический стиль Минору Бетсуяку, актерский стиль театра Васада Шаугеки Джо и экспериментальная труппа театра Тэнджо Саджики не ограничивались рамками так называемого «малого Токио». Дух андеграунда впоследствии распространился по поколениям, регионам и странам. Однако прошло некоторое время, прежде чем жители японской провинции вступили в непосредственный контакт с альтернативным искусством. В 1967 году ходили слухи, что красный шатер ситуационного театра обосновался в храме Ханадзона в Синдзюку. Но это по-прежнему все еще оставалось лишь особенным элементом такииской реальности. Поэтому труппа красного шатра решила активно проводить выступления по всей стране. В 1969 году они разобрали шатер и погрузили в грузовик с набором необходимых инструментов. Так начался беспрецедентный для того времени тур на юг японского архипелага. Ключевым понятием андеграундового театра было слово «плоть», потому что оно определяло саму форму представления. Появление тела непосредственно перед зрителем, а не на почтенном от него расстоянии, предельно конкретизировало театральное действие. Театральная теория ангры впервые стала реальностью, когда зритель стал полноправной частью контекста спектакля. Тела актеров, стоящих в красной палатке в форме шестиугольной матки, и представали перед местной публикой как символы самого существования, как некие объекты витальной силы. В следующем, в 1970 году, театральный центр 68-70, широко известный как «Черный шатер», также начал масштабные передвижные представления. После этого второе поколение небольших театров последовало стилю красного и черного театров, и также начало активно выступать в палатках и шатрах. Таким образом, театр Ангра перестал быть только столичным явлением, распространившись почти по всей территории Японии. Продолжение следует...